Да, добрый день, Олег Федорович, Леонид Константинович, уважаемые советники, уважаемые работники премарии, присутствующие. Во-первых, спасибо за приглашение. Вы знаете, что бюджет был утвержден 7 мая. Я в знак протеста, как и некоторые мои коллеги покинули это заседание, не голосовали за бюджет. И, к сожалению, это было общедоступно только трансляции заседания народного собрания или в очень ограниченном медиапространстве. Поэтому я обратился в компанию ГРТ, в общественный медиа-обещатель, для того, чтобы мое выступление отдельно показали. И люди могли сделать выводы, сравнить, почему было такое мнение у депутата. Но, к сожалению, мое мнение проигнорировали. Поэтому спасибо за приглашение. Я с жителями Копчака попытаюсь объяснить, почему я так поступил, что меня смутило в том бюджете, за который голосовали 7 мая. Вначале, чисто процедурно, один вопрос вам разъясню. Тем более, что вы тоже местные избранники и знаете, как рассматривается ваш местный бюджет на заседании совета. Так вот, бюджет, который был принят 7 мая, он поступил депутатом для рассмотрения 5 мая. То есть за два дня до заседания народного собрания. Поступил в среду 5 мая после обеда. 6 мая у нас выходной день, день Георгия. Так вот, я специально взял бюджет с собой, который был утвержден. Здесь более 60 страниц, то есть депутаты, многие из которых не являются финансистами, должны были за менее чем двое суток изучить этот документ и принять взвешенное решение. Я уверен, что в вашем совете даже менее значимые вопросы рассматриваются, намного больше времени предоставляться для того, чтобы советники были осведомлены и могли осознанно голосовать за документы. Итак, я вам озвучу свое мнение по бюджету, которое хотел озвучить в компании ГРТ, но не получилось. Я объяснил свою позицию на заседании народного собрания 7 мая 2021 года по вопросу бюджета на 2021 год. К сожалению, мое полное выступление было доступно только в ограниченном медиапространстве. Я обратился в ГРТ, то, что вам говорил, дважды обратился, но мое выступление не было в полном объеме размещено. Поэтому расскажу про бюджет, который был утвержден 7 мая. Бюджет Гагаузии после 6 месяцев обсуждения, почти 6 месяцев, был утвержден, как я говорил, 7 мая 2021 года. В целом, принятый центральный бюджет Гагаузии был сокращен на 19% или 80 миллионов леев по отношению к финальному проекту бюджета, представленному исполкомом в феврале 2021 года. Почему я говорю только про центральный бюджет Гагаузии? Потому что бюджет Гагаузии состоит из трех составных частей. Бюджеты примарий, которые вы управляете, мы не имеем отношения к этому, вы по конституции автономный орган власти. Трансферты из государственного бюджета Республики Молдова на содержание детских садов, лицеев, гимназиев, к которым мы тоже не имеем отношения. Поэтому я свою точку зрения и свой анализ сделал только по центральному бюджету Гагаузии, региональному бюджету, который администрирует исполнительный комитет. К моему удивлению, анализ бюджета показал, что по ряду программ финансирование вообще не предусмотрено. Так, прекращено финансирование с 1 мая по программе «Освещенный населенный пункт» и с 1 сентября по программе «Питание старшеклассников». Капитальных инвестиций для развития населенных пунктов в 2021 году вообще нет, а запланированные средства полностью будут направлены на погашение долгов 2019-2020 годов. Напомню, что все эти программы и законы были разработаны депутатами Народного собрания и стали, извините за нескромность, визитными карточками нынешнего СОЗОВа, за которые почти единодушно проголосовали коллеги, когда они принимались, за что им отдельная благодарность. Почему так произошло? Почему были приостановлены эти программы? Думаю, глава ГАГУЗИ проявила амбиции и ревностное отношение к этим законам и программам, которые были инициированы депутатами, а не исполкомом. Поэтому Башкан старалась блокировать их принятие с самого начала. Одновременно в бюджете другие социальные программы, которые разрабатывал исполком, были сохранены или немного уменьшились. До утверждения бюджета я неоднократно предлагал исполкому сократить центральный бюджет на 10% или только на 40 млн. лев, не на 80. По всем программам, предложенным и Народным собраниям, и исполкомом. И это будет мягкое и незаметное сокращение, это будет воспринято всеми, и коллегами, и примарами, и населением. И все программы бы сохранились. Кстати, этот официальный документ, направленный еще 11 февраля 2021 года, или за 3 месяца до принятия бюджета, тоже со мной. Он был поддержан моими коллегами и примарами. Олег Федорович присутствовал на том заседании бюджетной комиссии, высказал свое мнение, может это подтвердить. Но на мое письменное обращение исполком даже не ответил. Вместо этого исполком во главе с Башканом, не учтя мнение депутата, предложили другой вариант бюджета, который и был принят. К сожалению, такой бюджет направлен против людей. И был проголосован моими коллегами. В основном голосами неформального социалистического большинства, которые, возможно, даже не разобрались из-за недостатка времени, о чем я говорил выше, за что они голосуют. За бюджет, в котором прекращено финансирование в 2021 году важнейших программ для людей, направленных на обеспечение безопасности граждан, на защиту материнства и детства, на справедливое распределение инвестиций для развития населенных пунктов. Я всегда поддерживал партию социалистов, но такое решение направлено против людей. Как же так получилось? Гагаузия всегда поддерживала партию социалистов. Основной политической доктриной которой был человек – социальная защита и забота о нем. В автономии, начиная от простого человека и заканчивая большим количеством примаров, неформальным большинством в народном собрании и главой Гагаузии, все поддерживают партию социалистов. И вдруг бюджет был принят в нарушение базового принципа в период экономического кризиса – сохранение или минимально возможное сокращение важнейших программ для социальной защиты населения. Вместо этого были приостановлены местные программы и законы, написанные для людей. Законы, созданные по просьбе избирателей, которые являются новыми для нашего региона и государства в целом. В Гагаузии всеми нами – региональными властями, местными властями – была создана прекрасная инфраструктура, лучшая в Республике Молдова по освещению сел и по питанию учащихся. Мы стали первыми в стране по ночной иллюминации. Уровень больше 96%. Даже в муниципе Кишинево ввлосят 6%. По питанию старшеклассников только Гагаузия обеспечивает питание всех детей 5-12 классов. Вложены десятки миллионов леев бюджетных средств. И сейчас это все практически перестанет полноценно функционировать. Гагаузию ставили в пример всей стране. По децентрализации закон о капинвестициях, когда деньги делятся честно и справедливо по численности населения. По освещению сел, когда есть целевая программа финансирования каждому жителю по 5 лет в месяц на уличное освещение. Правительство перенимало опыт питания детей в школах, чтобы распространить его на всю страну. Мы одним голосованием все стерли. Люди опять будут по ночам бояться гулять, а здоровье детей будет под угрозой. Сегодня власть Гагаузии, исполнительный комитет, вам, примареям, утверждает. Найдите деньги у себя в бюджете на ночное освещение. А это только для вашего села почти 50 тысяч леев в месяц. Арифметика простая, 5 леев на одного жителя в месяц. Но это игра и обыкновенное перекладывание ответственности с региональных властей на местные власти, то бишь примареи. Откуда у примарей средства в бюджете? Они не запланированы. Дополнительных доходов в период пандемии тоже не будет. Также настоятельно требуют освещение сел, содержание пожарных служб – это ответственность примареи. Да, это так. В молдавских селах это давняя действительность. Но у них горит свет только на центральной улице, и то несколько часов. Вы же сам и ночью проезжаете через села Тараклийского, Чемишлийского, других районов и видите ситуацию. Пожарные депо давно расформированы, и люди, попавшие в беду, ждут часами, пока приедут пожарные из райцентра. И очень важно, примареи в молдавских селах и не ждут помощи от районных властей, потому что только в Гагаузии общегосударственные налоги остаются в автономии, а не уходят в Кишинев. И НДС, и подоходный налог с юридических лиц, и акциз. Поэтому примареи автономии, отдавая все налоги властям Гагаузии, ждут от них взаимности. У молдавских сел этих возможностей нет. Все налоги уходят в государственный бюджет Республики Молдова, и они вынуждены рассчитывать только на себя. И самое главное, уважаемые присутствующие, кто пострадает от того, что дети перестанут есть в школах? Села не будут освещаться, пожарные службы исчезнут. Примар? Советники? Глава Гагаузии? Или депутаты Народного собрания? Наверное, да. Но главное, пострадают просто люди. Каждый житель нашей автономии. Дети начнут не вовремя есть и болеть. Повысится преступность из-за неосвещенных улиц. Уничтожится нажитое от пожаров. Неужели есть более важные вещи, которые сохранены в бюджете, а эти прекращены? Какой выход? Как и в прошлый раз, когда был предложен компромисс о 10%, мы, как авторы законодательных актов, по которым прекращено финансирование, Карамид Елена, Жекова Екатерина, Железогова Михаил и я, предлагаем еще один компромисс главе Гагаузии, как второй шанс для спасения ситуации. Внести изменения в принятый бюджет Гагаузии на 2021 год. Вчера мы направили законодательное предложение Башкану о восстановлении и финансировании программы «Освещенный населенный пункт» и программы питания старшеклассников. Деньги в бюджете есть, поэтому инициатива предусматривает восстановление уровня финансирования настоящих программ в размере 81% по отношению к финальному проекту бюджета, представленному Мисполкомом в феврале 2021 года. То есть в размере, на который в целом был сокращен принятый центральный бюджет Гагаузии. Это будет честно. Сохранить все программы, справедливо уменьшив их на одинаковый средний процент. Мы принимаем, что ночное освещение будет функциональным на несколько часов меньше, но оно останется, что дети будут получать менее калорийное питание, но будут питаться. Люди нас поймут. Год сложный и надо жить экономно. Уверены, что глава Гагузия поддержит наше предложение и несет в порядке срочные законодательные инициативы вопрос о внесении изменений в бюджет Гагузии на 2021 год, который будет принят и поддержан нашими коллегами. Это станет поистине соломоновым решением, зрелым, мудрым, без амбиций. Мы покажем населению, что ради их блага умеем принимать совместные и ответственные решения, как глава Гагузии, так и депутаты Народного собрания. Если глава автономии не поддержит инициативу, то мне окончательно станет ясно, что Башкан играет с людьми в какую-то игру, и люди будут в ней проигравшими. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, или тоже в конце, Олег Федорович, как вы уже...